Здравствуйте! Атаки йеменских хуситов на торговый флот в Красном море, одном из ключевых мировых торговых путей между Европой и Азией, вынудило многие компании направить свои суда в обход Африки. Напряженность в регионе уже сказалась на стоимости логистики во всем мире, ударив по крупнейшим компаниям в Европе и США. Анализ предоставил российский фор. На маршруте между Китаем и Европой стоимость доставки одного контейнера в январе составила 6000 долларов, в то время как в декабре она была порядка 2000 за контейнер. Нестабильность в Красном море уже привела к торговому дисбалансу. Из-за прерывания логистических цепочек прекращают работу склады таких крупных компаний, как Tesla, Volvo, Adidas, Nike и предприятия высоких технологий. Текущая ситуация может продлиться не один месяц. Нормализация ситуации может зафиксировать такое положение, и хотя отдельные перевозчики могут снизить свои цены, скорее всего, это не будет массовым явлением, и потребителям придется привыкать к новым ценам. Пока таких уситов не сильно затронули перевозки зерна, масличных и продуктов их переработки по Красному морю. Но объем поставок все-таки снизился. Опрошенные Forbes аналитики считают, что риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке еще сохраняется.